Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Олег Викторович Носов, заведующий отделением диабетической стопы. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте, Олег Викторович. Филиала номер 3, 3-го Центрального иноклинического госпиталя имени Вишневского и Иван Иванович Поляков, заведующий эндоваскулярной хирургией. Добрый день! Добрый день! Очень рады Вас видеть в нашей студии, рады с Вами познакомиться. Хотелось бы сегодня поднять очень актуальную проблему, проблему диабетической стопы. Давайте об этом поговорим более подробно и детально. Ну, Мария, давайте начнем, наверное, с обычных таких вещей, которые даже приняты в нашем медицинском сообществе. Это актуальность этой темы, да, немножко поговорим. Ну, не секрет, что диабетическая стопа чаще бывает у пожилых пациентов. И пожилые пациенты в нашей стране – это принято больные пациенты взрослого населения старше 64 лет. И, наверное, так оно и есть. У молодых, даже при наличии сахарного диабета, может быть, и при первого типа, различные осложнения сахарного диабета в виде диабетической стопы, наверное, в первую очередь, развиваются гораздо реже. У взрослого населения это, наверное, одно из ведущих и проблемных осложнений сахарного диабета. Если брать население старше 64 лет, то, по данным статистики, каждый четвертый пожилой житель нашей страны страдает в той или иной степени сахарным диабетом. Но это серьезные цифры? Это очень серьезные цифры, потому что старше 64 лет составляют порядка 20 миллионов населения. 19 с чем, да? Ну, можно округлить до 20 миллионов. Так вот, четверть из 20 миллионов нашего населения имеют те или иные признаки сахарного диабета. Да, они, может быть, не у всех они максимально выражены, но они есть. И из этого количества населения порядка 15% сталкиваются за свою жизнь с проблемой диабетической стопы. 15% – это достаточно много. А если это перевести в абсолютные цифры, если мы поговорим о той диабетической стопе, которая приводит к каким-то осложнениям серьезным, да, и может заканчиваться ампутацией, то я вам еще одну более такую интересную цифру сообщу. 30 тысяч ампутаций выполняются в нашей стране по причине синдрома диабетической стопы. В год? В год. Ну, это колоссальная цифра. Это действительно актуальная проблема. 30 тысяч, да, человек. Которые ежегодно становятся инвалидами. Ежегодно, да, становятся, по сути дела, инвалидами, да. Поэтому, конечно, актуальность этой темы не вызывает ни у кого никакого сомнения. Давайте вот разберемся более детально, что такое диабетическая стопа. Что это за проблемы? Да, хороший вопрос, Мария. Значит, смотрите, диабетическая стопа – это такое общее понятие, которое у многих вызывает, даже у многих врачей не всегда вызывает понимание. Диабетическая стопа – это комплекс патологических изменений, возникающих у человека в результате воздействия сахарного диабета, те, которые проявляются на нижних конечностях. Что сюда входит? Сюда входит нарушение чувствительности. Одна из первых таких моментов. Больные с сахарным диабетом теряют чувствительность на ногах. Затем, в следующий момент, нарушается артериальная и микроциркуляторная русло. То есть, кровоснабжение нижних конечностей резко снижается. Ну и следующий момент – это изменяется костно-суставной аппарат, да, меняется конфигурация стопы. А стопа – это, как нам известно, это сложный амортизатор. И изменение любой конфигурации сложного амортизатора ведет к нарушению его функциональности. Если вот задуматься, да, об особенных функционировании стопы. Чем она отличается, да, вот от стопа от кисти? На стопу идет постоянная нагрузка. Если кисти у нас, мы можем их как-то привести в спокойное положение, да, и не пользоваться, то стопа, к сожалению, да, она постоянно воздействует на нее, какая-то нагрузка, потому что мы должны как-то перемещаться, и это очень сложно избежать этого перемещения. Следующий момент – это малая площадь, да, стопы. И у нее очень малая площадь, и на эту малую площадь падает большая осевая нагрузка. Да, не улыбайтесь, большая. Это хорошо, когда кто-то сам не очень большой, и тогда нагрузка… Ну, просто мы очень редко об этом задумываемся. Никогда не задумываемся. Потому что с рождения мы учимся ходить, и, в общем-то, никогда не встает вопрос, а что дальше происходит. Большинство это даже в голову не приходит, понимаете, потому что пока у нас все хорошо функционирует, мы не замечаем этого и пользуемся, и не возникает никаких… Не щадя. Не щадя, и не возникает никаких проблем. Кроме того, еще стопа находится в другом, она подвержена инфекции. Она находится в обуви, да, то есть ей стопе свойство потливости, какое-то там загрязнение, да, при которой все вот эти мелочи, они способствуют развитию инфекции в области стопы. А вот у пациента, который с сахарным диабетом возникли вот эти выше мои перечисленные осложнения, да, осложнения чувствительности, осложнения артериального кровотока, добавляются новые факторы. И вот он ходит, пациент с сахарным диабетом, у него пропала чувствительность на ногах, он наколол ногу. Если простой человек, у которого нет этого сахарного диабета, нет этого осложнения, он, ну, тут же там, он прекращает свою активную деятельность, он там хватается за эту ногу, он не наступает, он ее бережет, он пытается ее лечить, но всеми силами, в любом случае, стремится к устранению этой проблемы. Больной с сахарным диабетом он ходит и не замечает, что у него на ноге развивается воспалительный процесс. И замечает уже тогда, когда у него начинает откровенно уже там мокнуть в обуви, какие-то возникает неприятный запах там, вот, ну, наверное, от какого-то гнойного гнойника на стопе. То есть, по сути, уже стопа начинает гнить. Гнить, это уже… А человек даже, ну, в принципе, не подозревает. Даже не подозревает о том, что у него… потому что он не чувствует, не ощущает. Он думает, что это все нормально. И именно этим страшна диабетическая стопа. Тем, что пациент не видит того, что происходит у него на ноге. Если к этому еще добавить нарушение кровоснабжения на ноге, артериального в первую очередь там, то все вот эти инфекционные процессы, они развиваются бурно, потому что отсутствует защитная какая-то функция организма, да, потому что наша артериальная кровь несет лейкоциты, которые там защищают нас. В результате мы получаем, ну, неограниченное прогрессирование местной инфекции на фоне вот этих вот всех осложнений. И тот фактор, что изменяется геометрия стопы, добавляет к этому всему еще одну проблему. Когда мы ходим, у нас стопа, нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности. Если меняется ее геометрия, то нагрузка падает на те точки, которые не приспособлены к этой повышенной нагрузке. Чаще всего эти точки являются суставные поверхности. Там, где наши пальцы соединяются с костями плюсные. И в этом случае, в этих местах развиваются язвенно-некротические поражения, которые, опять же, больными не ощущаются. Возможно ли предотвратить такие осложнения и вовремя обнаружить отклонения в своем организме, вот в частности именно в нижних конечностях? То есть вот что должно человека насторожить, который уже страдает сахарным диабетом? Потому что это люди, которые в первую очередь подвержены, да, попадают в группу риска. То есть не факт, что у человека, который болен с сахарным диабетом, разовьется такая болезнь, но он автоматически находится в группе риска. Вы абсолютно правы. Но этот вопрос, понимаете, вот эта часть этого вопроса, она начинается с самого человека. Да, должна быть, наверное, хоть какая-то санитарно-просветительская работа, да, в стране должна проводиться для того, чтобы больные с сахарным диабетом понимали, что наличие сахарного диабета подвергает их определенным серьезным рискам. Но все-таки они должны принять тот факт, что после постановки диагноза сахарный диабет жизнь их меняется. Не в худшую сторону, абсолютно нет. Но они должны понимать, что у них в питании, в физических нагрузках, в гигиене особое внимание к себе должны проявлять, к своему здоровью. Абсолютно да. И если мы касаемся этой диабетической стопы, то это заключается в ежедневном осмотре конечности. Ежедневно, каждый день пациент, у которого есть сахарный диабет, он должен осматривать свои стопы. На предмет малейших микро каких-то травм, микро повреждений, и каждое это микро повреждение, оно должно восприниматься как серьезное поражение, которое может привести к какому-то грустному какому-то результату. То есть недостаточно просто взять, наклеить пластырь, не знаю, там забинтовать ногу или отмахнуться от этого. То есть все-таки незамедлительно необходимо обратиться к врачу? Наверное, да. Как к вам попадают пациенты, насколько легкий путь? Если мы говорим про госпиталь. И что вы можете предложить в плане лечения диабетической стопы? Сегодня у нас не случайно находится заведующий эндоваскулярной хирургии, потому что все-таки лечение конкретно этого заболевания – это комплекс и работа специалистов сразу нескольких направлений. Мария, вы знаете, вот меняется время, меняются жизни, меняются, наверное, разные наши как-то отношения к пациентам. Раньше госпиталь, наверное, да, действительно был какой-то таким немножко более-менее закрытым лечебным учреждением, которое было предназначено для лечения военнослужащих, для лечения военных пенсионеров, членов их семей. Но сейчас с развитием нашей страховой медицины, да, это совершенно открытое лечебное учреждение, в которое может попасть любой гражданин Российской Федерации. Имеющий полис ОМС. Все правильно. Даже не гражданин, ну, единственное, что для человека, который не является гражданином Российской Федерации, лечение будет платным. Для гражданина Российской Федерации все лечение бесплатно, и попадание в наш госпиталь, ну, совершенно простое, и ничем не отличается от попадания в любое другое лечебное учреждение. Обыкновенное направление из поликлиники, и любой пациент может к нам прийти хоть на консультацию, хоть на стационарное лечение. Ну, уже, наверное, консилиум врачей решает, какими ресурсами сегодня вот в этом отношении обладает госпиталь. Вы знаете, если мы уже будем касаться лечения синдрома диабетической стопы, то, наверное, это совсем серьезная проблема, да, потому что не каждое лечебное учреждение может себе позволить. Многие лечебные учреждения могут предложить подобные услуги, но взять ответственность за полноценность их оказания, наверное, могут немногие. Дело в том, чтобы для того, чтобы лечить синдром диабетической стопы, надо помнить одну простую вещь, что пациенты пожилого возраста, у которых имеется диабетическая стопа, 100% имеют другие осложнения сахарного диабета. И в первую очередь при сахарном диабете страдает сердце, страдает почки и, как обязательно, как правило, страдают все сосуды в организме, да, так называемый мультифокальный атеросклероз. И если берутся за лечение больных с синдромом диабетической стопы, то надо быть готовым лечить кардиальную патологию, которая всегда у них сложная. Надо быть готовым лечить почечную патологию вплоть до применения искусственной почки. И обязательно там, ну вот это тот пункт, который вообще не может быть, не быть исполнен, это иметь в наличии в лечебном учреждении отделение рентген эндоваскулярной хирургии. Потому что когда-то, почему вродился миф о том, что каждое гнойное поражение стопы у диабетика заканчивается ампутацией? Вродилась она не на пустом месте. Она вродилась действительно потому, что есть особенности поражения сосудов, его онлайнчик скажет, что нам это все расскажет, но смысл такой, что начиналось с ампутации пальца, потом заканчивалась ампутация конечностей, и у всех было представление, что сахарный диабет и поражение стопы – это высокая ампутация, и не надо там лечить, потому что все равно толку никакого здесь нет. Но с появлением рентген эндоваскулярной хирургии появилась возможность восстановления кровотока, потому что упирается все всегда в лечение диабетической стопы – это в эффективность кровоснабжения нижней конечности. Ну, надо сказать, что это главное. Все можно как-то решить там ортопедической обувью, там лечением гнойного воспалительного процесса, но если не обеспечено адекватное кровоснабжение конечностей, никакие репаративные процессы на стопе невозможны, потому что только адекватный кровоток это обеспечивает. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, какие существуют технические особенности восстановления кровотока у пациентов с диабетом? Мария, если помощь врачей рентген хирургов при инфаркте уже стала рутинной у нас в нашей стране, то помощь больным диабетом имеет ряд особенностей. Восстановлению требуют очень мелкие сосуды, протяженность поражения большая и восстановить их проходимость задача совсем не из легких. К тому же врач-рентген хирург подключается именно на запущенных стадиях заболевания, когда уже встает вопрос об ампутациях. И, как уже говорил Олег Викторович, рутинно выполнить эту ампутацию нельзя, потому что необходимо... Ну, до последнего бороться, сохранить человеку к нижней конечности, потому что это, наверное, очень-очень... Речь о том, что нельзя просто... Нужно сручить то, что можно. Да. Нельзя просто отрезать некротизированный палец. Ткани, которые вокруг этого пальца, без достаточного кровотока, не перенесут это вмешательство. Некроз пойдет выше, выше и кончится ампутация в итоге высокая, либо на уровне голени, иногда даже на уровне бедра. Поэтому выполнять ампутации перед восстановлением кровотока опасно для конечности больного. Поэтому именно важна совместная работа, подготовка к эндоваскулярному лечению, потом подготовка, восстановление кровотока, подготовка к ампутации пальца, чтобы в итоге пациент остался не инвалидом, чтобы у него была сохранена опорная функция стопы, чтобы он был восстановлен как в обществе, ну скажем так, с минимальными потерями. Продолжала дальше быть социально активным гражданином своей страны, с минимальным выпаданием из социума. Да. Насколько успешно проходят такие операции в госпитале? Госпиталь имеет большую историю именно по этому направлению. Историю, которая известна, скажем так, без привлечения по всей стране. Это было на протяжении многих лет, не побоюсь сказать, самым успешным направлением работы госпиталя. В настоящий момент немножко поменялся кадровый состав, но осталась слаженная работа команды, остались врачи, которые имеют представление о том, как должны вестись такие пациенты. Отработаны подходы к лечению именно этой группы пациентов. Потому что, безусловно, это совместная, кропотливая, тщательно выявленная работа сосудистых хирургов, кардиологов, нефрологов, врача диабетической стопы или раны ранневых инфекций. Ну и как раз получается, что госпиталь становится такой уникальной многофункциональной площадкой для лечения конкретно вот этих больных, потому что у вас есть все для этого ресурсы. Есть кардиологическое отделение. Ну и так далее, так далее. То есть, как бы вы можете задействовать сразу всех специалистов, если это потребуется. Если мы говорим, опять же, о возрастных пациентах, которые могут страдать еще дополнительными заболеваниями. Мария, вы абсолютно правы. Но, понимаете, даже мало того, что вы сказали, что есть все эти отделения, эти все отделения должны еще работать синхронно. Они должны работать, помогая друг другу, и они должны работать одной командой. У вас это достигается? Да. Вот в том-то и дело, что у нас это достигается. У нас действительно есть взаимоотношения и взаимосвязь между врачами отделений. И есть еще один большой компонент, который мы всегда упускаем. Есть желание руководства лечебного учреждения заниматься этой проблемой. Потому что, как бы ни было это парадоксально, только при наличии воли руководства лечебного учреждения, можно позволить этому лечебному учреждению заниматься лечением подобных больных. Но мы понимаем, что это дорогостоящее лечение, это высокотехнологичные операции, которые, даже расходные материалы, они достаточно ресурсные и затратные. И все это есть в госпитале для того, чтобы… Мария, это еще и кадры. Для того, чтобы восстановить кровоток в артериях голени, да, вот Иван Иванович скромничает, да, а на конечности можно работать в разных отделах, да, есть бедро, есть голень. Вот у пациентов с атеросклерозом, с банальным, без сахарного диабета, в большей степени поражение возникает на уровне бедра. А там более крупные сосуды. И восстановление этого более крупного сосуда, ну, откровенно, более простое, чем восстановление кровотока на голени, где более мелкие сосуды, где рассыпчатый тип кровоснабжения и где более протяженное поражение. Для того, чтобы там работать на этом, и давление ниже на уровне голени, скорость кровотока. И работать на этом уровне голени всегда важнее, чем на уровне бедра. Поэтому должны быть подготовлены эндоваскулярные хирурги. Точно так же должны быть подготовлены эндокринологи, должны быть подготовлены кардиологи, потому что проблемы сердца у больных с сахарным диабетом вообще-то не касаются, но они идут тоже очень своеобразно. Там отсутствует болевой синдром при инфаркте миокарда, там тоже определённый есть характер поражения, и для этого нужны тоже грамотные специалисты. Можно ли избежать ампутацию? Вы знаете, вопрос очень интересный. Он интересен тем, что нельзя на него ответить однозначно. В большинстве случаев ампутацию избежать можно. Да, конечно, есть какие-то случаи, когда далеко зашедший процесс, когда крайне ослаблен больной, когда нет времени на сохранение конечности. Сохранение конечности – процесс длительный, он идёт месяцами, потому что идёт кропотливая работа, сначала по восстановлению кровотока, потом по какой-то грамотной устранению поражённых участков, потом идёт стадия пластического закрытия раневых дефектов, которые образовались на стопе, подготовка человека к активному движению. И не всегда это время есть для того, чтобы это всё выполнять. И поэтому основа всего – это своевременное обращение больного. Если пациент своевременно обращается за медицинской помощью, своевременно обследуется, находится на каком-то динамическом контроле врачей, можно твёрдой уверенностью сказать, что ампутации можно избежать. Ну и роль пациента во всём этом, она всё-таки велика, потому что насколько бы профессионально не были кадры, насколько бы оснащёнными не была больница, в принципе бессильны, если пациент не хочет, не обращается, не видит, отмахивается. То есть всё-таки пациент тоже должен быть настроен на труд, потому что выздоровление – это большой труд не только пациента, но и всей семьи. Поддержка каждого, наверное, здесь очень важна. Однозначно, пациент должен быть настроен в первую очередь на самоконтроль. На самоконтроль и не должно быть легкомысленного отношения к своему здоровью. Это основа всех основ. И действительно, как бы ни были подготовлены врачи, если они сталкиваются с запущенным случаем, который чаще всего… Ну это даже не вредительство там, никто не хочет вредить себе специально, это легкомысленное отношение к имеющимся проблемам. И вот в этом случае, конечно, насколько бы ни были опытные врачи, они не смогут помочь. Иван Иванович, но Вы в своей практике сталкивались с такими пациентами, вот с такими случаями конкретно? Когда бы, ну вот, казалось бы, ну ещё месяц назад обратился бы, ну так, два, да, и была бы вероятность сохранения нижней конечности гораздо высока, ну гораздо выше. Мария, конечно, такие случаи были, но тут есть один нюанс. Кроме восстановления кровотока, мы не вылечиваем сосуды, мы восстанавливаем механические проходимости этих сосудов. То есть, наша задача обеспечить, чтобы эти сосуды профункционировали до момента заживления, до закрытия раневой поверхности. Потом, к сожалению, болезнь возвращается. Но для заживления стопы нужно в разы больше насыщения кислорода, кровотока, чем для поддержания жизнеспособности конечности. То есть, говорить так, что эти операции носят временные эффекты и бессмысленные, абсолютно неверно. То есть, если в дальнейшем пациенту, у которого произошло успешное, скажем так, лечение диабетической стопы, удалили некротизированные ткани... Восстановили кровоток. Да, но если в дальнейшем эти артерии закроются медленно и постепенно, абсолютно не значит, что у нее повторно разовьется синдром диабетической стопы. Потому что наиболее проблемные ткани, некротизированные, которые наиболее страдали, они уже удалены. И для поддержания жизнеспособности достаточно уже будет меньшего кровотока базового. Это еще раз говорит о том, что именно совместная работа очень важна. Как-то с профилактической целью восстанавливать сосуды неправильно и не имеет смысла. То есть, на том этапе, когда у пациента еще не развились некротические процессы, некротическое поражение... Просто нужно наблюдать. Мы подключаемся... Да, да, да. Помощь рентген-хирурга требуется в запущенных случаях. И говорить, что вот если бы пациент пришел раньше, когда у него не было некроза пальца, когда у него все было нормально, если бы он раньше пришел к ледяному хирургу, тоже неверно. Наша помощь нужна уже, когда требуется... Он должен в свое время прийти к эндокринологу сначала. Да, к эндокринологу сначала. Да, может быть, к врачу, узисту, который посмотрит степень проходимости сосудов. Проходимости сосудов. Да, рутинном. И это все делать на каких-то этапными методами, раз в год, раз в два года, для того, чтобы была какая-то оценка динамики. Мы говорим здесь как раз о профилактике и о динамике, и о той внимательности пациента к своему здоровью, которая должна быть. Вот из программы в программу, да, мне хочется верить, что наш телезритель все-таки с каждым годом становится все более информированный и все более внимательный к себе и к своему здоровью, потому что мы не устаем это повторять. Пожалуйста, там, не пропускайте диспансеризацию. Проходите раз в год исследование определенных специалистов, которые вам показаны уже по возрасту, да, и по тем отклонениям, которые имеются в вашем здоровье. И тогда вероятность того, что осложнений каких-то в будущем можно будет избежать, она будет достаточно высока. Да, предупредить гораздо легче, чем это все потом лечить и устранять. На порядок легче. Спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо за то, что вы нас позвали. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.